МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуе Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Статные и могутные два зубры поселились в Центре экологичного туризма. Нерухомость за 27 рублей. Объекты майомости за аукциону отправляются в новое життем. Супермоделька 2020. На выходных у Гомеля пройшло неверогодное поведовищности шоу. А зараз об этом иншим больше подробязно. Высокородные, величные и могутные. Убачить зубров зараз можно не только в Беловежской пушке, а и под Гомеля. Два брата-близнята заселились у вольеры Центра экологичного туризма, что находится калягрогородка Бобовича. Одним из первых с новоселами познайомился наш корреспондент Дмитрий Котов. Давай вместе будем кормить. Давай покорим. Это зубр. Ты боишься? Давай вместе. Смотри. Смотри, как вкусно. Морковку кушает, да? Яныц за довольнением подыходят и завсёды рады я новым знайомствам. Зубры проявляют дружелюбность и не супрать почувствоваться любимыми гатунками с рук гостей. У пошуках этих живёл директор Центра экологичного туризма Василий Антонов объездил практически всю Беларусь. Спотребилось немало часу. И вот на минулом тидне гэтые пригожоны набили свой новый дом. Становились на выборе Минского зоопарка. Они у них были вольерные. Ну и цена была довольно-таки умеренная. Заключили договор, оплатили и привезли. Два брата-близнеца – это очень редкое явление для зубров. Обычно рождается один малыш раз в два-три года. Как бы надеемся поднять генетику деторождения двоих зубрят. Будем покупать ещё двух девочек или трёх. Сашить за зубром справа довольно клопотная. Але, як означаю Василий Антонов, коли доживёл и ставишся, як до родного человека ніяких бытовых проблем не отшуваешь. Рацион саправды ураживая. Пятнадцать килограммов сена, пять килограммов морквы, прикладно столькиш яблык, плюс сухофрукты, бураки и гарбуз. Это штудённое харшавання только одного зубра. Зараз их вага коля трёхсот килограммов. Приблизно прас-пауторы годы, я наповялищица большим у троя. Половозрелость полная наступает в три-четыре года. И они, соответственно, объём массы тела набирают к этому году. Зубры, хоть уже и достатково дорослые, але пакуль не мают уластных имёнов. Выправить эту околичность може кожный жадаючи. У Центра экологичного туризма пропоновують придумать имёны для зубров. Зробить это наведывальники могут прас-социальные сетки. Одинная умова – у обо двух имёнах повинна быть літера «Б», тому, что зубры народилися у Беларуси. Плануется, что выники огушать до конца этого года. Имёны пероможцы будут вызначены по сродках специального голосования. Час на обмеркованне обмежаваны, уличываючи, что наступный 2021 год быка. И тому символично, как живёлы сустрели его с уластными имёнами. Дарыш, тут амаль с кожной живёлой связана цикавая история. Например, Ласиха Мая. Сёлитой она была знойдена у Ветковским районе мясцовыми же хорами ледь живой. У Центра экологичного туризма я её выхоживали 4 месяцы кропотливой працы. 9 литров тёплого молока что день – и задача выполнена. Ласиху отрималась выротовать. И сегодня я нарадую наведывальников разом с іншими живёлами. У Центра экологичного туризма зараз коля 40 разностайных видов. Недавно листала ленту инстаграма и увидела, что у нас возле населённого пункта Бобовича есть такая туристическая база, где можно посмотреть, покормить, потрогать разных животных. И самое удивительное, что на этой базе появились зубры, которые увидеть не нужно ехать в Беловежскую пущу, а вот совсем рядом приехали и посмотрели. А вчера муж говорит, может съездим, посмотрим. И вот сегодня мы здесь. Детям очень понравилось. Здесь свежий воздух. Сегодня очень хорошая погода. Нам очень повезло. В интернете большое количество информации о содержании, разведении, требованиях по их содержанию. Ну, соответственно, где их можно приобрести. Потом поездки по всей Беларуси, по зоопаркам, зоосадам. Договариваемся с руководителями этих предприятий. Заключаем договора и покупаем их официально. В дальнейшем привозим сюда, создаем вольеры нужных требований. Чекающего села в центре и в наступном году. В планах набить тибетских яков. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Подательных комитета Державной майомости Гомельска Габл-Ваканкама до 40% майомости, набитой за одну базовую величиню, выкористовывается не по призначенню. Як выник, объекты не утягиваются у господарший оборот, а их новые владельники вымушены выплачивать штраф. Набыть он на аукционах объектов за одну базовую величиню на Гомельщине користается значной популярностью. Однако, в таком случае, новый владельник повинен увызначенный термин увести майомость у господарший оборот, ци провести работы по ее зносе. За невыконание этих умов продуглежена отказность у выглядзе уплаты у бюджет розницы по межоценочным коштам объекта и ценой его набытия. Коли, например, была акрама оценена у 100 тысяч рублей, то покупник повинен будзе унести у бюджет усю гэтую сумму за включением одной базовой величини. А проча того, для покупника продуглежена так само администрационная отказность у померы до 100 базовых величин. В настоящее время за базовую величину 30% – это договор о купле-продаже, по которому полностью выполнены условия. 30% – это в стадии выполнения. И вот где-то около 30% подаются в судебном порядке на расторжение и взыскание штрафных санкций. Плюс к этой ответственности – административная ответственность за неосуществление предпринимательской деятельности на объекте – это от 20 до 100 базовых величин. Хотел узвести поклёп на милиционера, а зараз сам рызыкует трапить закраты. Жлобинские следшие завершили проверку по заяве Жехара райцентра на супрацовника внутренних справ. Правооховник небыто причинил ему целесное пошкоджение. Падеи отбывались в середине жнивня, тады не цвя розы мужчина потелефановал в милицию и поведомил об злочинстве. И он подлумачил, что супрацовник милиции побил его палкой по нозе, покуль двое інших трымали за руки. И всё это отбывалось, когда жлобинчанин ехал на велосипеде по улице и никого не чапал. Но триллера с этой истории не отбылось. Мужчина оказался не вельми профессийным сценаристом. И зараз за илживый донос может позбавиться воли. Что натхнило мужчину на створение такого далёкого от реальности сюжету, нашим корреспондентам рассказали во управлении Следующего комитета по Гомельской области. Мужчина пояснил, что придумал историю с милиционерами, будучи в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорился с сожительницей. Таким образом, он хотел ей досадить. В итоге, жлобинским районным отделом Следственного комитета принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника милиции. Уголовное дело было возбуждено в отношении самого заявителя по статье «Заведомо ложный донос». Сейчас он находится в статусе подозреваемого. С его участием проводятся следственные действия. На выходных у Гомеля пройшел открытый показ документальных фильмов «Пераморцев» 5-го международного фестиваля документального кино-краины СНД «Еуразия.ДОК». Потом на диалоговой пляцовце удельники обмерковали тему патриотичного выхования молодей и уделу им религии, эдукации и армии. Наши корреспонденты с подробностями. Сам кинопоказ пройшел без удалу прессы, але перед видосдымкой мы все ж таки ознайомились со сместом фильмов. И они, до речи, доступны на ютуб-канале. Объять вестушки, белорусская их война и российская сгубленная у Балтицы объедновывают тема великой очины. Головные герои первой – былые солдаты вермахта, которые живут зараз. Чему они пошли воевать? Те верили и дем Гитлера, и те могли супредстоять нацистскому режиму. Як склались их лёсы после войны? Об этом распытали авторы фильма «Моих война» во удельниках военных подей. С дымки проходили у Германии и Австрии. Нам было очень интересно разобраться в мотивации этих людей. Мы очень много знаем о войне из уст победителей, из уст наших предков. И очень мало знаем о войне именно из рассказов людей, которые проиграли. И вот этот фильм – это ответ на этот вопрос. Як проходил творчий процесс? Что было складанным, нечаканным? Авторы рассказали курсантам военно-патриотичного факультета на диалоговой пляцовце. Тут же за делом представников эдукации духовенства военных обмерковали тему патриотичного выхования молоди. Мы, конечно, хотим расширить тематику военно-патриотических документальных лент просто откровенным, честным и глубоким разговором о патриотизме, о том, как понимают его разные поколения, поколения, которые родились в Советском Союзе, новые поколения, которых уже два или даже три в Суверенной Беларуси. Международный фестиваль «Еуразия.Кропка.ДОК» проводится для подтрымки процессу интеграции на постсоветской просторы и супродзеяния способом скажения и перегляда о гульной истории, а так само деля подтрымки наибольшие линовитых и отказных кинематографистов и развития творческих контактов. Марина Северянова, Ганна Корольчук, Евген Макенко, телерадо «Компания Гомель». Обцасы и кроссовки, вечерние сукенки и спортивные футболки. У Гомеля на выходных пройшло неверогодное по видовищности шоу «Супермоделька-2020». Месцем проведения первого открытого областного конкурса модельного мастерства был обранный громадско-культурный центр. Марина Северянова погутырила за организаторами и удельниками. Сцены и за кулиси небыто два разные сусветы. Подум, это абсолютная сконцентрованность и докладность руха в позерку, навод поворотов головы. По той бок, хвалявание, спешка, бесконцы, полтора проходок и музычных номеров. Ворог сукенок, горы косметики, опошние штрихи, да и так сдаются идеальных в образов. До выхода ведущих на сцену и обвершения початку шоу 15 хвилин. Я очень сильно волнуюсь и хочу очень сильно победить. Мне очень прям хочется. Волнуешься? Да, очень. Это что самое сложное? Вечернее платье. Я могу запутаться. Наверное, самое сложное это пройти на каблуке и не потерять равновесие. Да. Главное улыбаться. Ну, в принципе, каждый конкурс очень волнительный, поэтому, да, волнение присутствует. Переживаешь очень. Я такая всегда напрягивая, выхожу на сцену, расслабляюсь, спокойно, а потом выхожу и сразу у меня паника, что я там делала, как там. Как во сне, да, все проходит? Да. А для вас? Ну, самое сложное это выйти на сцену, так как перед этим ты волнуешься, а потом, когда выходишь, ты просто в трансе, все делаешь, все на автомате происходит. До старта пять хвилин. Жюри займает свое место на супрось подума. У центра судейского стола профессийная модель Менчанка Анастасия Чучупалова. И она кажет, что вельми складаны оценивают самых маленьких худельников. И на непосредные, харизматичные перемогу хочется дать усим. С большей старейшими все простей. Подростков я уже буду более жестче, потому что это уже более высокий уровень, все-таки более взрослые. И старт. Видовичный, атмосферный, початок первого в Беларуси шоу такого к шталту. Конкурс организовали Головное управление диалогичной работы, культуры по справах молоди, Гомельского, и Центр моды и прихожейстей «Хрустальная нимфа». Мы им удельничали коля сотни хлопчиков девчонок с больших десятка модельных агентств в Беларуси. Узросл моделью от 5 до 15. Сегодня есть возможность у 11 модельных агентств нашей страны доказать всем, что они самые лучшие. Рассказать всем, чему они научили своих деток. Насколько они профессионально работают на подиуме. То есть, вот такой большой, красивый экзамен. По завершении первого филе снова зазернули за кулисы. Потекаются настроем модели. Прекрасно. Как первый выход? Нормально. А у тебя? Все прекрасно. Мне очень понравилось. А тебе? Очень хорошо. Мне очень понравилось. Ну, мне понравилось. А тебе? Страшно было. Страшно? Да. Мне очень понравилось. Потому что не каждому такой выпадает шанс участвовать в таком мероприятии. Было интересно. На сцене приятно ходиться. Немножко страшно, волнительно, но есть такое чувство чуда, что ли, какого-то. После горячих споборництва, мастерства дефиле, прихожостей, вытонченности, харизматичности журы вызначилася с переможцами. У своих взрослых категориях перемогли гамельчане Злато Цедик, Лиса Соболева, Ганна Рабцева и Деяна Бобрык. По особной номинации для юнаков перемога так само у нашего земляка гамельчанина Игната Цветкова. Марина Северьянова, Евген Макенко, телерадо и компания Гомель. Первый тыдень календарной зимы будет морозным. А у торок пройдет без опадков. Чекается минус 2 градусы ночью днем каля нуля. С сирады у регионе прогнозуется невеликий снег. На дорогах гололюдится. Температура на протягу суток будет вагаться от минус 3 до нуля градусов. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадо и компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэты выпуск завершено. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельчанин попался на продажу марихуаны, крупную партию которой он хранил дома и на работе. Травку изъяли, мужчину арестовали. В октябре оперативники наркоконтроля задержали 36-летнего гомельчанина, который продал наркопотребителю дозу наркотика. Эксперт подтвердил, что это марихуана. По месту жительства наркодельца и на предприятии, где он работает, с помощью собаки нашли почти один килограмм каннабиса. Также обнаружено приспособление для употребления наркотиков. На днях следователи дали правовую оценку действиям гомельчанина. По фактам незаконного сбыта и хранения наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Мужчина арестован. В Гомельском районе при попытке самостоятельного тушения пожара женщина получила ожоги. В пятницу в 10 часов утра в службу спасения поступило сообщение от 28-летней местной жительницы о том, что в деревне Телеши, где она проживает вместе с мужем и ребенком, глава семейства угрожает поджечь баню. Мужчина все-таки перешел от слов к действиям, однако женщине удалось потушить пожар до прибытия подразделения МЧС. К сожалению, при этом она получила ожоги, с которыми была госпитализирована. Огнем поврежден диван закопченной стены. По данному факту проводится проверка. На пожар, произошедший в субботу в Петрикове подразделения МЧС также не привлекались, однако ситуация там сложилась более трагическая. Предположительно, из-за нарушения правил эксплуатации электрообогревателя начал тлеть деревянный пол в жилом доме. В дыму задохнулся 52-летний мужчина. На кровати без признаков жизни вечером его обнаружила бывшая супруга, которая пришла к нему домой. Под электрическим обогревателем огнем поврежден участок пола. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. В воскресенье спасатели ликвидировали пожар с кирдой соломы укоса 2020 года в поле возле деревни Остров Рогачевского района, принадлежащей к Субкрасной армии. Возгорание произошло около двух часов ночи. Совместными усилиями удалось спасти 277 тонн, уничтоженной огнем 23 тонны соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия поджог. Но не только ликвидации пожаров в эти выходные были заняты спасатели. В Гомель они выезжали на оказание помощи женщине, застрявшей в перилах лестничного марша одной из многоэтажек по Реческому проспекту. Пенсионерка 1961 года рождения в состоянии алкогольного опьянения поднималась к подруге в гости, но не удержала равновесия и нырнула под перила. Голова оказалась зажата между металлической конструкцией и лестничным маршем. Работниками МЧС при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента была перекушена решетка. Женщина была освобождена. После осмотра с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, работники скорой помощи доставили ее в областную больницу. В Рогачевском районе из-за подни спасали собаку. Животное провалилось в заброшенный питьевой колодец с водой возле деревни Бронное. Сообщение поступило от мужчины, который пошел на охоту. Питомец выбежал вперед и, не заметив открытого кольца, оказался на дне колодца. Хозяин самостоятельно извлечь четвероногого друга не смог и позвонил спасателям. Работники МЧС при помощи трехколенной лестницы спустились вниз, подняли животное на поверхность и передали хозяину. В ветеринарной помощи пес не нуждался. По линии ГАИ в выходные дни на территории Гомельской области выявлено 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 68 участников дорожного движения не имели права управления. Благодаря усиленной работе инспекторов серьезных дорожно-транспортных происшествий не произошло. Тем не менее, 69 водителей не предоставили преимущества движений пешеходам. Со стороны пешеходов также было зарегистрировано 326 нарушений ПДД, из них 40 человек находились в нетризвом состоянии и 153 двигались в темное время суток без световозвращающих элементов. Все нарушители были привлечены к административной ответственности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Энергия и жемчужина Полесье победили в матчах женского и мужского чемпионата в Беларуси по волейболу дивизиона А. Подопечный Роман Наплевича принимали на своей площадке Борисов БГУФК. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев паркета. Мазырянки в домашнем матче также победили РГОР 2004 со счетом 3-0. Женская команда Гомельской Рыси встретилась с БДУ Цумоки в рамках чемпионата Беларуси по баскетболу. Итоговый счет 52-62. Победили Менчанки. Мужская команда в рамках национального первенства сыграла с клубом «Импульс Багуир». Домашний поединок завершился поражением хозяев 66-101. Самые результативные игроки Тимофей Веревкин, Евгений Рыбкин, Дмитрий Ярец. Завершился чемпионат Беларуси по футболу среди команд Высшей Лиги. Единственный представитель нашей области в этом турнире Славия Мозырь сыграла с энергетиком БГУ. Подопечный Михаил Мартинович выиграли со счетом 2-1. У Мозырян оформили дубль Жуку Менчан, гол забил Малькевич. Благодаря этой победе полишуки взяли три очка и закончили выступление в чемпионате на девятой позиции. Титул чемпиона и кубок завоевали футболисты Шахтера. В матче за первое место Биллы Юности со счетом 2-4. У Рысей забросили шайбу Сусло и Елисеенко. У представителей столицы Стефанович, Лопачук и дважды Дрозд. По итогам этой встречи наша команда опустилась на третью строчку турнирной таблицы. В активе у Гомельчан 53 очка. Всего на бал впереди Шахтер. Возглавляет рейтинг первенства Минская Юность. Мужская команда Гомеля сыграла перемещенный матч чемпионата Беларуси по гандболу. Встречались представители нашего региона с дружиной РГУОР сборная 2002 года. Матч завершился со счетом 34-30. Победили гомельчане. Самыми результативными игроками стали Ященко у хозяев и Белявский у гостей. На их счету 9 и 13 мячей соответственно. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4.